Выдающиеся личности России – памятные монеты 1994-1995 годов. Наша история неразрывно связана с множеством талантливых личностей, чей вклад в жизнь отдельных народов, а иногда и всего человечества, переоценить невозможно. В любой сфере деятельности встречаются незаурядные люди, способные совершить нечто, о чем остальные не догадываются и даже не представляют. Мы без труда можем назвать десятки, возможно и сотни таких имен. С 1994 года в нашей стране начался выпуск монет, посвященных юбилейным датам со дня рождения как раз таких выдающихся личностей, которые жили и трудились в нашем государстве. Поговорим о первых выпусках 1994-1995 годов. Чеканка таких монет производилась из серебра 500-й пруба в исполнении пруф. Нормативная масса этих экземпляров 15,87 грамм. Диаметр 33 миллиметра. Номинал 2 рубля. На аверсе запечатлели двуглавого орла. Под ним указали пробу, клеймо и вес чистого серебра. По канту в верхней части поместили надпись 2 рубля и год чеканки. В нижний банк России. Реверс каждой монеты получил свои особенности, указывающие в частности на сферу деятельности изображенного на ней человека. Рассмотрим теперь подробнее каждую из них. Первым именинником из цикла стал Павел Петрович Бажов, родившийся 15 января 1879 года. Примечательно, что саму монету также выпустили в январе, правда, 18 числа. На реверсе поместили портрет знаменитого писателя с раскрытой книгой. Павел Петрович родился в семье заводского рабочего в поселке Сысерть, ныне город Свердловской области. В 1899 году он окончил духовную семинарию в Перми, являлся активным сторонником революционных настроений, состоял в партии эсеров. После Октябрьской революции вступил в РКПБ, был одним из организаторов красного подпольного сопротивления на Урале. С 1921 года работал журналистом, писал книги по истории уральского хребта, собирал фольклорные рассказы. В дальнейшем у него возникали неоднократные конфликты с цензурой. Дважды был исключен из партии, однако после его восстанавливали. Первую уральскую сказку Бажова опубликовали в 1936 году в журнале «Красная новь». Всего их было написано 56. За сборник «Малахитовая шкатулка» писатели удостоили сталинской премии второй степени. Умер Павел Петрович в 1950 году от рака легких. Уникальность его трудов заключается в сохранении культуры как одной из важнейших составляющей истории человечества. По его произведениям созданы десятки кинокартин и мультфильмов, а также множество театральных постановок. Уже не одно поколение наших граждан выросло на его сказках и смогло прикоснуться к легендам и мифам Уральского хребта. Выпуск следующей монеты состоялся 2 февраля, непосредственно в день рождения поэта Ивана Андреевича Крылова. На оборотной стороне изобразили портрет баснописца, а ниже персонажа из его басен. Будущий публицист родился в Москве в семье офицера. Во время Пугачевского восстания 4-летний Ваня оказался в осажденном Оренбурге и пережил страшный голод, царивший там в то время. Эти события оставили неизгладимый отпечаток на всю его жизнь. Чиновническая работа не привлекала нашего героя, поэтому, переехав с семьей в Санкт-Петербург в возрасте 18 лет, он начал пробовать себя в качестве писателя. Однако первые попытки так и не увенчались успехом. О государственной службе осталось немного сведений, однако его писательский талант с каждым годом стали признавать все больше современников. Еще при жизни Крылова переводили на европейские, а также азиатские языки и публиковали за границей. Умер он 9 ноября 1844 года. К сожалению, семью создать ему так и не удалось, поэтому прямых потомков у писателя нет. На сегодняшний день жители нашей страны ассоциируют русские басни именно с этим талантливым человеком. Его фигура украшает памятник тысячелетия России в Великом Новгороде. На третьей двухрублевой монете запечатлели Николая Васильевича Гоголя. Выпуск ее пришелся на 22 марта, при этом точная дата рождения писателя неизвестна. На этот счет существуют две основные версии – 19 марта или 1 апреля. На реверсе представили профиль признанного классика русской литературы, а вокруг расположили название его произведений. Внизу представили подпись про зайка и указали годы жизни. Своё детство писатель провел в Полтавской губернии. В 1828 году молодой талант переехал в Санкт-Петербург и устроился на государственную службу. Параллельно тогда он стал пробовать себя в литературе. Произведения писателя становились все полнее и красочнее. Его комедия «Ревизор» имела необычайное воздействие на тогдашнее общество XIX века. Несмотря на все проблемы с цензурой, оно вышло в свет с позволения самого императора Николая I. С 1836 года Гоголь перебрался в Италию и с некоторыми перерывами прожил там почти 10 лет. Скончался он 21 февраля 1852 года в доме своего друга Александра Толстого в Москве. Спустя полтора века он по-прежнему остается одним из самых популярных писателей не только в России, но и в мире. Четвертой выдающейся личностью, запечатленной на монете, стал русский художник Илья Ефимович Репин. Его фигура украсила реверс. Родился Репин 24 июля в городе Чугуев, под Харьковом, в небогатой семье. Родители старались дать детям достойное образование в меру своих сил. В 11-летнем возрасте Илья поступил на учебу в школу топографов. В дальнейшем последовала иконописная мастерская и переезд в Санкт-Петербург. Там он планировал поступить в Императорскую академию художеств. Позже он это и сделал, правда со второй попытки. Меценат Федор Иванович Прянишников помогал художнику платить за образование. За 8 лет учебы имя Репина стало известно. К тому времени он успел создать несколько шедевров. Бурлаки на Волге, славянские композиторы, Садко и многие другие. Отдельного упоминания заслуживает картина. Иван Грозный и сын его Иван, 16 ноября 1581 года. Многие признают данное полотно лучшим его произведением. К 1900 году Илья Ефимович женился уже во второй раз и переехал в имение своей супруги в Коукалле, Финляндии. До самой своей кончины он и прожил в том поместье. Не стало художника 29 сентября 1930 года. Масштаб его трудов невозможно оценить. Картина Репина в настоящее время находится в самых главных музеях мира. Завершил выпуск 1994 года знаменитый флотоводец Федор Федорович Ушаков. Монета вышла 26 июля, однако день рождения командующего Черноморским флотом приходится на 13 февраля. Монету украсили его портретом в мундире с подзорной трубой в правой руке. Родился будущий флотоводец в селе Бурнаково Ярославской губернии в семье небогатых дворян. Образование получил в Санкт-Петербурге в морском кадетном корпусе. За всю свою выдающуюся военную карьеру он принял участие в 43 морских сражениях и не проиграл ни одного, 4 из которых выиграл без потерь. Благодаря его победам Османская империя была вынуждена неоднократно подписывать мирные соглашения с Россией. Последние 10 лет своей жизни он провел в спокойствии в своем имении в деревне Алексеевка, ныне Республика Мордовия, где и скончался 2 октября 1817 года. Тактические приемы Федора Федоровича и ныне изучают в военных академиях. Его именем названы военные корабли и многие улицы городов. В его честь поставлены десятки памятников. С 1944 года утверждена государственная награда – Орден Ушакова. В 2001 году Русская Православная Церковь предчислила его к лику святых. Первую двухрублевую монету 1995 года выпустили еще 10 января и посвятили поэту Александру Грибоедову. Реверс украсили портретом именинника. Родился будущий драматург 4 января в Москве в обеспеченной дворянской семье. С самого детства он проявлял интерес к познанию и изучению. Еще в юные годы Александр уже свободно владел шестью иностранными языками. В 13 лет Грибоедов получил степень кандидата словесных наук. Еще через два года – такую же степень по праву. Со временем стал увлекаться игрой на музыкальных инструментах и сочинять собственные композиции. Переехал в столицу. В 1815 году молодой талант начал пробовать себя в качестве писателя. Через два года он поступает на дипломатическую службу и стал развиваться на этом поприще. Александр Сергеевич часто бывал в южных городах Империи и Персии. Кончина его настигла 30 января 1829 года в Тегеране, в самом здании русского посольства. В тот день разъяренная многотысячная толпа религиозных фанатиков, недовольных укрывательством армянских переселенцев, убила всех, кто находился внутри. Живых тогда остался только секретарь Иван Мальцев. Тело русского драматурга было похоронено в Грузии. После себя он оставил десятки произведений, лучшим из которых считается комедия в стихах «Горе от ума». Оно и сегодня входит в обязательную школьную программу. К сожалению, из музыкальных его произведений до наших дней сохранился только вальс минор. Следующая монета с изображением Михаила Кутузова появилась на свет только 14 сентября. На ее реверсе по традиции в центре изобразили портрет полководца. Рос наш герой в богатой дворянской семье. До недавнего времени считалось, что родился Михаил Илларионович 5 сентября 1745 года. Именно эта дата указана на его могиле. Однако большое количество письменных источников свидетельствует о появлении его на свет в 1747 году. Получив военное образование, свой первый боевой опыт Кутузов приобрел в Польше, находясь под руководством Петра Румянцева. Далее последовали русско-турецкие войны и ряд европейских конфликтов. Что касается всенародной известности и признания, то его генерал русской армии получил благодаря победе в Отечественной войне 1812 года. Выдающимся событием того времени стало Бородинское сражение, воспетое в стихах, монументально и в картинах. Высочайшим указом 6 декабря того же года генералу пожаловали звание Смоленский. Умер Михаил Кутузов 16 апреля 1813 года в заграничном походе русских войск. К 1912 году художник Франц Рубо создал знаменитую панораму битвы, находящуюся ныне в здании одноименного музея на Кутузовском проспекте в Москве. Сегодня многие жители нашей страны могут без труда вспомнить и строки знаменитого стихотворения Михаила Лермонтова «Бородино». На третьей монете, вышедшей 22 сентября, запечатлели Сергея Есенина. Оборотную сторону двухрублевки украсили портретом поэта. Родился Сергей Александрович 21 сентября в селе Константиново Рязанской области. Родители поэта были простыми крестьянами. Обучение он получил в земском училище, после окончания которого отправился в Москву. С 1913 года трудился в типографии, а через год впервые опубликовал собственные стихи в журнале «Мирок». В 1915 году он переехал в столицу. Чуть позже он был призван на войну. Его направили на службу в царско-сельский военно-санитарный поезд номер 147 ее императорского величества государыне-императрицы Александра Федоровны. В 1916 году вышел первый из сборных стихов «Радуница», который сделал Сергея Александровича знаменитым на всю страну. С тех пор его постоянно печатали и восхищались им. Однако череда событий, произошедших в личной жизни Есенина, подорвала его психологическое здоровье. В ноябре 1925 года был помещен в Московскую психоневрологическую клинику. Через месяц писатель по собственной воле покинул ее, отбыв в Ленинград. Там он остановился в гостинице «Англитер». А 28 декабря в одном из номеров Сергея Александровича нашли мертвым. По официальной версии причиной смерти стало самоубийство. После себя поэт оставил огромное количество стихов, так полюбившихся в нашей стране. Он был человеком из народа, который сумел создать целый пласт поэзии для обычных граждан. Его произведения остаются актуальными по настоящее время. Они всецело передают любовь к родине, восхищению природой и женской красотой. А песни на стихи Есенина звучат и сегодня. Завершила 1995 год монета с изображением Ивана Бунина, выпущенная 10 октября. Эта дата как раз совпала с днем рождения писателя. Появился на свет маленький Иван в Воронеже в обедневшей дворянской семье. С ранних лет он проявлял тягу к гуманитарным наукам, активно изучал языки. В молодом возрасте он стал помощником редактора в газете «Орловский вестник». Благодаря этому ему удалось в 1891 году тиражом в 1250 экземпляров опубликовать свой первый сборник, который раздавался бесплатно подписчикам газеты и благодаря которому писатель приобрел известность. Это обстоятельство позволило ему войти в литературное сообщество конца 19 века. Признание его таланта наступило в 1903 году, когда за сборник «Листопад», опубликованный двумя годами ранее, Бунин получил Пушкинскую премию. Повторно этой премии он был удостоен через 6 лет. После революции в 1920 году уже известный на всех континентах поэт покинул родину и отправился во Францию. В 1933 году Иван Андреевич был удостоен Нобелевской премии по литературе. Писатель прожил до конца своих дней в Париже. Не стало его 8 ноября 1953 года. Еще при жизни ему удалось вписать свое имя в мировую литературу. Наш сегодняшний рассказ завершен. Не забывайте подписываться на наш канал Заметкину Мизмата, ставить лайки и становиться спонсорами. До новых встреч!